Христос воскрес! Христос воскрес! А, нет, воистину воскрес, извините! Правильно, правильно. Мы отсюда пришли, чтобы людям, которые погибают здесь в разврате, рассказать, что ждёт за это, согласно написанному Слову Божию. Я читал это Слово Божие, но я не считаю, что данная книга, которую вы владеете, является истинным, а она на протяжении сотен лет переписывалась и не является то Слово, которое было не способно нам сверху от него лично. Ну, интересно, когда разговариваешь с людьми, а никто не знает ни одного языка, чтобы такие слова так авторитетно заявить, как вы, вы должны знать оригинал, который был 2000 лет назад, и с него сравнить и показать, что перевод неправильный. Вот только тогда ваши слова будут иметь вес, а так вы не знаете их. Я принимаю прекрасно вашу точку зрения, но чисто логически, церковь под себя, как минимум, несколько десятков раз переписывала Библию, чтобы она была лично выгодна для неё. То вы помните то же самое время, когда она выдавала индульгенции за деньги, типа, замаливать грехи? Это было. Но Библию переписывали, убирали, не переписывали её. Вот в чём дело-то. Никак. Оригинал сохранился и находится нигде-то в Британском музее. И при том Константин Тишендорф обрёл его. И где обрёл? На Сенатском полуострове, в монастыре Святой Екатерины, когда сжигали её. Когда писали, евреи переписывали, то каждая строчка считали количество букв и ставили на полях. Это какого года Библия? Вот Библия издана когда? Ну, когда издана? Я сейчас скажу. Нет, не ваша личная Библия. Когда была сделана та Библия? А та Библия? Она не была сделана. Значит, в первую очередь нужно сказать, что мы имеем от евреев эти сведения. И собрал книги в одну. Первый Моисей написал. Моисей. 3600 лет назад. Первые пять книг. Не-не-не, я понимаю, о чём вы говорите. Но та книга, когда она была написана, которую пытались сжечь, я это хочу знать. Вот я про это и хочу вам сказать. Это касается Нового Завета. Но Библия – это Ветхий и Новый Завет. Так Ветхий Завет собрали Ездра и Нееме, когда они вышли из Ваилонского пленения. Это порядка 700 лет до Рождества Христова ещё было. Ветхий Завет. А Новый Завет был окончательно собран. Там 50 книг, а здесь 27. Итого 77. Эти были утверждённые книги на апостольском соборе с 85-м правилом. Пересчитаны какие книги. Но Третья Ездра туда уже почему-то не вошла. Она пришла позднее. Я отвечаю по датам. А уже на Ганнском соборе, там где повторно, были эти книги повторены. Шестой Вселенский собор, 19-е правило, запрещающее что-либо добавлять, толковать. Так что здесь я вам говорю абсолютно точные данные с датами и с людьми, и кто руководил этим. Ни одной буквы не исчезло. Христос был и говорит, слово моё, и Бог бодрствует над ним. Ни одна черта в законе, ни одна запятая и кратко не исчезнет. Дороже неба и земли. Небо и земля исчезнут, но ни одна буква не исчезнет. И мы в это верим. Я вот делал... Не могу я это точно подтвердить сейчас. Ваши слова не на последние. Я всю вашу тираду прошу и прослушал, и я в это верю. Всё, хорошо. Но я просто очень давно её читал. Я не могу точно вам сказать. Смотрите, мне, если Господь даст вам в это поверить, для знания языков, и я на разных языках сравнивал Библию, сказать дословно не сходится. Ну, допустим, у нас написано «покайтесь», сейчас скажу, подождите, я закончу мысль. «Покайтесь, ибо приблизилось царство небесное». Приблизилось. А в английском языке «at the hand the kingdom». То есть под рукой приблизилось на расстоянии вытянутой руки. Если в салтырь переводили, написано «и богатые алчут». Богатые алчут. А в другом переводе «и львы ищут добычи». Ну да, тут ещё проблема перевода. Тут её, наверное, сложно будет поднять на разных языках. В конце концов, разный смысл может быть. Ну, я вас спрошу сейчас, скажите, я увидал косу. Что я хотел сказать? Я не уверен, что вы хотели сказать. Я увидел косу, и она мне понравилась. Что вы из этого слова можете выжать? Что я именно увидал? И что мне... Я увидал смерть, и она мне понравилась. Косу, косу. Косу? Да, косу какую? Коса, коса. Коса инструмент, коса прическа. А ещё? Корабль на... Коса. Был какой-то старый смысл, я не помню. Корабль сел на косу, я моряк, я знаю. На косу сел, и мы, говорит, увязли. А-а-а, понял. Это маленькая такая шхуна, что ли? Нет, это... Лодка? Не лодка, коса это берег. Волна? Нет, не волна. А под волной берег, близко к берегу, коса называется. Она косяком выходит туда, и корабль наш воткнулся в неё, и теперь его разбивает волнами. Рифы? Не рифы. Ну... Берег такой? Да, берег такой, берег под водою, и он мелкий такой, и корабль вплотную не мог выйти туда, его метров... А-а, мель, понял. Он сел на мель на эту, вот как Робинзон Круза, то он успел туда-сюда, его никуда корабль не уносил, он засел на косе. Не ясненько. Да нет, не фото, он знал, о чём писал. Ты не знаешь, я лет пять её назад полностью прочитал на русском и на английском языке. Я не могу сейчас точно сказать и припомнить всё. Знаете, когда переводили, вот, вы слышали такого человека, Александр Мень? Слыхал. Священник, энциклопедист, еврей, природный еврей. И вот мы с ним беседовали однажды о переводе. А перевод-то сделанный на русский язык в 1876 году. И там один из переводчиков был Даниил Абрамович Хвольсон, крещённый еврей. У него западноевропейское образование, доктор философских, кажется, наук Лейпцигского университета. И Павский Герасим Петрович. Он писал учебники для еврейских школ, грамматику. А он работает с оригиналом, Александр Мень. Я говорю, отец Александр, а вы могли бы вот так переводить? Он вот так как сидели, мы говорим, он вот так от меня отшатнулся. Да вы что, Игнатий Тихонович, да никогда. То есть переводчики, которых у нас сегодня даже в стране нету. Они как сверяли, как это по гречески оригинал, как по еврейски, с арабского сравнили, с латинского. И как эти слова толковали святые отцы в 3-4 веке. Перевод настолько точный был. И при том в этом синоде было 3 присутственных дня в месяц. И один день посвященный проверку поступающих частей перевода. Переводчики какие были. Один из них Макарий Глухарев, архимандрит на Алтае, где я живу. Он канонизирован. Филарет. Я вас прерву, я не уверен, что, конечно, есть такие переводчики у нас сейчас в стране. Я вообще не коренной москвич, я вообще из Латвии, из Риги приехал. Просто я думаю, где-то есть такие люди, достаточно квалифицированные. Просто мы их не видим сейчас на данный момент, на своих местах, где они нужны. Анянов, то вы в Латвии живете латышски, знаете? Очень плохо. Я поэтому сюда и приехал, потому что... Ну, Навы, я в Латвии жил. Навы не сауглюс. Что это такое? Навы? Навы не сауглюс. Ауглюс, фрукты. Так. Навы. Навы смерть. И смерть несет плоды. И смерть... А, хорошо. Смерть несет плоды. Запомнил. Вот, а пара слайс? Пара слайс? Лайс. Это время... Время... Врата... А русские говорили, понеслась, говорит. Она время объясняет, когда. А... У меня Библия, это я там жил в Латвии. Вот говорят латыши, они... Спросишь, куда идти, он вот так показывает, куда идти. Националисты. А я когда приехал, Господь меня благословил там быть. И мне в армии были латыши, понравились. Такие рослые ребята, трудолюбивые. Я сразу начал его изучать. И через три с половиной месяца я уже с ними общался. У меня никак не получалось. Я маленький был. У меня пусто просто было в голове. Я ни о чем не думал, кроме как... Как снова бы залезть за компьютер и снова в него поиграть. Но все мои цели сводились именно к этому. Но если вы играли в компьютерные игры, у вас мозги набекренилили. А это опаснее наркотиков. Нет, стоп. Компьютерные игры, я во-первых скажу, это не опасный наркотик. Просто нельзя давать детям их в раннем возрасте. Вот смотрите, я в начале детского лагеря. Я его образовал и 45 лет. И вот ко мне присылает одного Руслана, звать наукрещенный Андрей. И у меня есть такие тарзанки. Стол сделанный. А высокие качели там метров шесть. И веревка. И так палка внизу привязана. Она между ногами его садится на нее. И тогда качается туда и обратно на этот стол залетает. А этот-то там внизу стоит, а тут Фрося. И она качается. А он туда стал напротив. Фрося, дай мне покачаться-то. Она веревку отпускает. А на веревке эта палка в руку толщиной. Она летит и прямо в лоб его. Он не поймет, как она из монитора вылетела. У него все в мониторе. Он не может понять, пацан. Он уже лет тринадцать. Пол был. Погодите. Я не понял самой ситуации. Есть тарзанка? Да. С поленом. Кто-то кому-то кинул, кинул кому-то ее в лоб? Нет, не бросил. Он стоит и говорит, Фрося, дай мне эту тарзанку. Веревку-то, на которой внизу палка привязана. На которой садиться надо. И палка. Она отпустила ее, она палка к нему полетела. Ну, рукой протянул бы, взял. А он стоит и смотрит. Она ему прямо в лоб. И он упал. Упал, заплакал. Он не может понять, как она из монитора вылетела. Он на мир смотрит через монитор. Как она вылетела из монитора. Нет, это... Нет, извините, но это какая-то фигня. Я вам объяснил. Компьютерная зависимость не доходит до такой стекени, которой ее отписывают СМИ. Если человеку давать, например, ограниченный доступ к компьютеру и компьютерным играм, и смотря еще какие компьютерные игры играть, от 40 минут до полутора часов, до двух часов, то никаких либо проблем с ориентацией, с реакцией не будет. Вот, тем более, у киберспортсменов реакция наоборот. Она как у летчика-истребителя, там по-другому нельзя. Я могу вам сказать, защиту кондитерных игр, там они наоборот раздевают. Так, слушайте, я расскажу вам случай. Мы строим православную деревню с нуля. В деревне храм построили, окна открыты, двери открыты, людей мало. Но я приехал с лагерем. Только батюшка вышел служить-то, бац, пацан упал. Ну, ему лет 12. Мы его за руки, за ноги вытащили, на скамейку положили. Ну, ладно. Он не хочет молиться, допустим, так это. Но у него лицо белое, как простынь. Он не может это сделать. Мы его положили, заходим, девочка упала. Мы ее вытащили. Только зашли. Еще парень один упал. Он бледный. Когда мы его вытащили, а первый сидит, уже лицо розовое. Когда пришли в лагерь, я стал спрашивать. Это заядлые меломаны, они играют в игры. У меня не было ограничений в лагерь. Но тут я поставил, в лагерь принимают. Тот, а тот, не принимают компьютерщиков этих. А они в любом месте делаются сумасшедшие. У меня, ну, наша сестра знакомая. И у нее есть внук играл. Играл не дома, а у кого-то. И во время игры схватил нож и бросился на хозяйского сына и поранул его ножом. Во время игры. Это я что знаю? Конева, Конева Валентина. Я могу вам сказать. Я вам, скорее всего, сейчас не смогу переубедить. Но ни у кого из моих знакомых подобного не происходило. Есть такой термин. Задрот. Это человек, который просто не потерял время, как-то ориентацию пространства и времени. Для него существует только компьютер. Для него время все пропало. Но от них нет агрессии. Через час, через два, когда он выйдет из-за компа, да, он вернется в нормальное состояние. Он сможет продолжить снова жизнь. Он вряд ли там ничего такого нет. Этого не может быть, то, что вы мне сейчас описываете. Я описываю то, что есть, что лично знаю. Вот он мне близкий человек. За компьютерными играми. Я сейчас спрошу, как? Они как, говорят? Ему уже пенсию назначили в 16 лет. Он дурак. Полностью, стопроцентный дурак. Он не вылазил оттуда. Выигры какие-то там делал. И он ничего. А парень нормальный. В семье больных никого не было. У меня опыт. Я начальник детского лагеря 45 лет. У меня тысячи детей были. Я говорю на практике. Я не теоретик. Теперь зарядите, если зависимость от игр. И показано, пацан ревет. Я тоже вам говорю на практике. Я человек, собственно, который практически лет синий, сутками сидел за компом. Да, меня ограничивали. Да, я ходил в школу. Ходил в музыкальную школу. Закончил ее, кстати, с отличием за 10 лет. Хотел еще дальше поступать. Но я поехал в Россию. Но поступать в Московский технический университет. С связи, информатики. Я перед вами пример того самого задрота, который я вам описываю. Я адекватный человек вполне себе. Ну ладно, вы адекватный человек. Даже я вас не знаю и не обвиняю. Но уже одно то, что вы не верите. И начинаете на Библию, переписывали, многократно добавляли ошибки. Этого нет. У вас уже завихрения идут против Бога. Зачем? Стоп. Во-первых, в Бога я верю. Но я не верю. Секунду, дайте договорить. Да, я верю в Бога. Мне не нравится нынешняя церковь. То, что сейчас везде они повсюду строят храмы. Ради этого сносят. Вот в Москве несколько школ снесли ради, собственно, того, чтобы построить храмы. Мне это не нравится. Я лично просто... Да, я принимаю. Я заблуждался в том, что Библию переписывали. Хорошо. Принимаю. Был не прав. Я верю в Бога. А теперь относительно того, что снесли школу, построили храм. А вы знаете, что это за школы? Во-первых, школы брошенные, и их не ремонтировать ничего нельзя. А чтобы учились и учеников убрали, ни одного случая не было. У меня очень хорошие связи с Москвой. Ни одного случая не было. Понимаете, школа была нормальная. У меня там знакомые учились. А спокойно так, спокойно учились, и тут бац. Объявление было, что ее сносят. И типа учеников переводят в такую, в такую школу. Вот, вот. Но школа-то была нормальная. Нормально, учеников не хватало. Но не модно у нее был в 2000-х годах. Ничего такого особенного там не было. Учеников мало, учеников мало, их собирают в одну школу. У преподавателей... 30 человек на одно нормальное такое здание. Не знаю, не знаю. Назовите школу какую, я сегодня же позвоню туда. Я знаю, что это неправда, абсолютно неправда. Это народ никогда бы не допустил. Вы или слышали? Я думаю, я все помню, это было года три назад. Ну хорошо, назовите место, где она, школа, номер ее. Я записываю, давайте. Погодите. Сейчас ему надо звониться, его надо спрашивать. Ну не надо, ладно. Потом вы на меня зайдете, Игнатий Лапкин, по скайпу. Я тут не могу ждать. Потом. Ладно, всего наилучшего. Найду вас. Вы по скайпу мне найдете, Игнатий Лапкин. А, где у вас там чат, мне напишите, что вы... Я не в чате. Я вам сказал, у нас какой этот, ютуб-канал? Нет. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Во свете Библии... Так, во свете... Во свете Библии Игнатий Лапкин. В библии Игнатий... Лапкин. А, хорошо. Так, а ну-ка откройте, что там будет. Игнатий Лапкин во свете Библии, церковь... Так, я сайт нашел. О, сайт это здорово. А это надо в ютубе. Вот сайт... Подождите, сайта такого даже в ютубе и больше нигде нету. Он переполнен. Сейчас видео, вот, ютуб-канал, да, я вас нашел. Сайта вы легко можете найти, сайта там, только нажать и все вверху. Да, я уже нашел ютуб-канал. Ну, сколько там подписчиков? Сейчас, погодите, тут реклама поганая. 36 тысяч. Правильно. У нас посещаемость его поменьше. 35 миллионов. 35 миллионов? Да. Погодите, погодите. У вас на видео просмотр 2617. Это общий, я говорю, общий, общий. 11 просмотров, 2 часа назад было выпущено. Это на отдельный ролик вы смотрите. Я говорю, общий за все время. Хорошо. Главное сейчас посмотрим. Ну-ка, давайте. Так, главное, главное. Так, 3600 подписи. Вход в канал Дима, здесь 103 тысячи. Сколько просмотров? Так, это 103 тысячи. 103 просмотра. Я не вижу, где у вас... Где вы смотрите все... А, у вас на этом самом... Погодите, о канале. О канале, найдите. И вам будет просмотров сколько. И сколько у нас роликов там? Про видео, воспроизвести все, загрузки, все видео. Ну, я не буду сейчас все эти видео считать. Нет-нет, там цифра, цифра. 35 миллионов. Не 35 миллионов. Я вижу лишь число подписчиков и число этих самых, как их... Роликов. Нет, не роликов. Я вижу число подписчиков и число просмотров, но только на отдельных видео. Более подробная информация доступна только главе канала, тот, кто ее имеет. Да, ну, сейчас только... А, вот, нашел. А, реально 35 миллионов? Ну. Ладно, я нашел статистику. Ну, вот и хорошо, что нашел. Я знаю, что люди смотрят. И сколько там роликов у нас написано? Статистика, да, это регистрация. А вот роликов я не вижу. 15 миллионов 150. 15 миллионов... 15 тысяч. 15 тысяч 150. Ну, это более реально. В конце концов, вы, наверное, очень давно создали канал. Да, 6 лет. Ну, это реально. Это реально. Полностью, это я верю. Да, потому что там... Хорошо, что закроем тему о школах, потому что я хочу еще с вами пообщаться. Так, если... Скажите, пожалуйста, если у вас будет желание потом встретиться, вы в скайп зайдите, Игнатий Лапкин. Я один на весь интернет под этой фамилией. В имени. Игнатий Лапкин. Нет, просто мне сейчас с вами хочется пообщаться. Да, я слушаю. В конце концов, не часто встречаешь такого человека, не на случайном бесплатном чате видео. Так. А вы слышали такого в Москве журналист Шахматов Алексей? Нет. Блогер очень известный. Шахматов Алексей Викторович. Шахматов. Я его сейчас вижу. И там рядом напишите Лапкин. Он недавно прилетал специально из Москвы в Барнаулу, чтобы взять у меня интервью. Взял интервью, обратно улетел. Хорошо, я это вижу. А вот видите как. Вам будет очень интересно послушать. Представьте, прилетел из Москвы, студия заранее назначена была. Мы подъехали, он взял интервью и... В общем, понятно. В общем, вы известная публичная личность. Ну, не о какой известной-то. Я на самом низу пирамиды. Я хочу просто радоваться в этой жизни, зная спасение во Христе. Спрашивайте, что вы хотели. Хорошо. Блин, у меня вопрос этот пропал. Извольте с глади. Сейчас, секунду. Только не ругайте, чтобы иначе никак. Ни одного слова плохого, чтобы не было. Ни блинов, ничего. Ну, так я женею ввиду, блины, которые едят. Да я знаю за этим словом еще три слова на букву Я. Это говорят, когда говорят, еди нафиг, нафиг, пошел ты нафиг. Это означает фиговый листок, которым бедра прикрыты. Это одно и то же, как на трибуку посылать. Да не одно, но тоже, ладно, сейчас. О чем бы вас лично спросить, в конце концов, интересный человек. Тут я видел в интернете интересное видео. Там рассказывалось о том, что желает священник молодоженам. Ну, что он желает им? Я точно не помню. Просто там, именно этот текст, который мне не особо понравился, там, что-то там Иоанна, что-то там... Там была похабщина. То есть, молодой священник, Глеб Ирозовской, наверное. Ему 14 лет дали. Их цен там у Адажуна в церкви. Он, если Глеб Ирозовской, он сидит, ему 14 лет накрутили. 14 лет как накрутили? В каторге. Где? В тюрьме сидит? В лагере? Нет, дело в том, просто... Вы знаете именно этот текст, который читают молодоженам? Ну, я знаю, но какой он считает именно? Что там? Я знаю, могу произнести, что... Желает ему, чтобы была плодородна, как Сара. Столько приносило денег. Но, да-то оно. Плодородна, как Сара. Вот можете пересказать, что там с Сарой это было? А вот Аврааму было сказано, когда детей не было, а Господь сказал, у тебя дети будут, а ему 100 лет. Он уже засох, и у нее уже обыкновенно женское прекратилось. А если уже месячные прекратились, она защищать не может. У нее не будет образовываться то, что необходимо. Да, да, да. А его Господь говорит, выйди из шатра, он вышел, ночь темная, он говорит, Бог Аврааму говорит, это первое избрание их Божие, и говорит, Авраам, сосчитай сколько звезд, столько у тебя будет потомков. Звезд на небе. Ну, конечно, невооруженным глазом меньше, чем... Ну, понятно, просто там получалось, что он не с Сарой, там просто с дочерью, там был конкретно такой жесткий инцест. Никакого не было, обман. Никакого инцеста не было. Это называют, допустим... Там что-то вроде с дочерьми, с сестрами. Нет, нет, это с сестрами, у Адама девы, это когда дело дальше было, родились сыновья и дочери, сыновья родились, женились на дочерях. Никакого инцеста не было, потому что народ был здоровый и крепкий. Больше людей не было. От Адама дальше пошло уже... Вот сейчас, допустим, жениться надо, и надо проверять, кто кому родня, а бывают близкие родственники. Я вам подсчитаю в течение одной минуты, какое колено. Пятое колено, если пятое колено, то разрешение епископ может дать, а священник венчать не может. Шестое колено свободно может венчать. Вот, допустим, вот вы другой, никто не для меня. А у меня отец свой и ваш отец, а дальше у меня дед оказался один у нас. Дед. Мы разошлись, а кто мы? А теперь у... Родственники. Вот родственники. А теперь от вас еще дети, и там дочка, и у меня еще дети, и там сын. Могут ли они жениться? А где... А нет, уже нет. Нет, пятое колено, если то нет. А шестое... Архиерея разрешит. А шестое, седьмое, это я понимаю, уже понял. Так что тут никакого инцеста не было. Не было. Тем более здесь священник считает... Никакого. Погодите, я сейчас конкретно этот канал найду, и вам это видео скину. Да не надо таких, мы смотрим. Я вам скажу, что... Они имеют следующее, что Авраам женат и был на Саре, а Сара была ему двоюродная сестра. Да, 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 да. В то время разрешалось, это далекое колено считалось. И фараон, когда увидел, он сказал, что сестра, не сказал, что жена. Он говорит, ты меня обманул. Он говорит, она мне действительно сестра. Фараон-то его допросил, когда Бог наказал весь Египет. То есть, ничего в этой, скажем, в этом трагменте, ничего такого действительно нет? Ничего нет официального разрешения. Вот, допустим, английские короли, там и прочее. У них двоюродные, это сплошь и рядом было. А у них принижено было. Ну, английские короли, это совсем другое дело. А большинство из них... Допустим, до Христа 2000 лет. А до Моисея, там, до Давида от Христа 1000 лет, 3000 лет. И там еще 600 лет. 3000 с лишним лет назад это было в норме. А сегодня не разрешается. Но не разрешается, в конце концов, не просто так. А не просто так, да. Что кровосмешением уже считается четвертое колено. А за четвертым коленом разрешается. То есть, даже Давидар разрешался до четвертого колена? Да. А сегодня не разрешено. Ладно, ладно, все. Больше вопросов нет. Да у вас есть вопросы. Я думаю, как-нибудь еще с вами пообщаюсь. Вы просто вопросы, как говорите, забыли. У вас вопросов много. Да, вопросов у меня много. В конце концов, я тут всю ночь не спал, а тут просто... Как вас звать? Понимаете, тут такое в этом части творится. Так. Кто-то... Все, не буду описывать. Я знаете как? Этим говорю. Половина мужиков раздетые валяются здесь. И показывают себя ниже пояса. В этом его богатство. А мусульман процентов 80. А они слушают. Мусульмане тут на меня вышли. Я говорю, почему? А почему? Я говорю, потому что тебе дома официально можно 4 жены иметь. Но за каждую колым платить. А тут 44 раздетые даром. И вы, кавказские жеребцы, на наших русских кобыл скачете. Ха-ха-ха. Я говорю, я вижу вас. Я жил среди вас. Вы походливые. Вы своих бережете. Под параджой в мешке держите. Ну, скажем так, недезасыдновательно, в конце концов, они это делают. Но прав, в конце концов, у их женщин маловато. Да. У русских 11 миллионов не хватает мужиков. Ну, можно и так сказать. Я не в курсе этой статистики. Но одно то, что... Женщина, у них, скажем так, уже, можно сказать, зараба. Смотрите. Работает, работает, убирает, все делает. Вот мне вчера скидывают, и сегодня в интернете тоже в чат. А как вы относитесь к Путину? Поддерживаете его? Нет, я говорю, он не Брежнев, сам ходит. Даже шайбой бегает, играет. Его не надо поддерживать. Ну, вот его политика какая конкретно, скажите. Ну, вот весь там Байкал уже отдали китайцам. Это там все, заготовки там... Нет, Байкал не отдавали китайцам. Это один несчастный завод. До него дошло уже, говорит. Мы уже живем на китайской территории. Я говорю, давайте рассудим. Я ездил туда. Вот у меня 38 томов книг вышло. Мы доехали до Владивостока. Я дорогу эту знаю, проехал на ней. А потом до Лиссабона. При Балтику и Скандинавию прошли. Мне дороги известны на машине. Так, никого нету. За время перестройки в Российской Федерации убито в очереди матери 120 миллионов. 120 миллионов сейчас мы в Сибири жили. А тут земля пустая. Давайте так. Вот в ООН собрались люди. Я узнал, тайное совещание было. Вот вообразите. И они говорят, Владимир Владимирович, ну вы человек грамотный. Скажите, правильно или неправильно? Вот у вас Красноярский край. Всего 3,7 человека. А в Китае рядом 370 на квадратный километр. Правильно или неправильно? Он говорит, неправильно. Теперь вы считаете, что земля вся ваша. Да зачем земля? Говорит, написано, что она вся Божья. Засмеялся. Он любит такие слова подкидывать. А дальше что? А дальше мы, говорит, тут уже рассудили. Каждому русскому дать 150 тысяч долларов, и чтобы он уехал. Землю освободить для других. И вдруг выступает Владимир Вольфович Жириновский. После цунами. И говорит, почему бы не отдать территорию, сколько занимает там, ну раза в два больше Японии. Там, где у нас не засеяно. Все это японцы все выровняют, сделают. Но только закон Российской Федерации, как вот в Башкирии, там в Чувашии, Татарстане. Они же живут наши, российские. Почему? А там сделать как в музей, чтобы приезжали. То есть речь об этом идет. Идет. И Путина не надо винить. Земля пустая. И она, если не добром, будет силом отнята. А с юга, с юга эти, южные кавказские. Ой, в Москве. У них был кубок Байурак. Да, тот правый. И говорит, 200 тысяч. В Москве 200 тысяч. Сегодня, говорят, не 200 тысяч, а 1 миллион 200 тысяч вышли на улице. Москва уже мусульманская. Хабаровск это уже мусульманский. А то они понимают. А чуть-чуть. Да. Воистину Воскрес. Можешь делать. Я буду благодарен. И чем больше, тем лучше. Потому что я частями буду отсылать. Там подъезжать люди уже будут. Хорошо. Да. Молодец. Потрудиться. Слава Божию. Ну, я, как я уже сказал, тут я уже с Вадей согласен. Если честно, мусульман многовато, а вот с Ваде они как-то, скажем так, вырождаются. А вот смотрите. У мусульман средняя данная 8,1 ребенка на семье. У русских 1,8. Что непонятно? Выступает... Тут я вам скажу, проблема в том, что наши перестали любить детей в таком виде, как раньше. Просто ценность именно этого ребенка, она потерялась для многих, к примеру, моих знакомых и лично для меня. Вы можете сказать, что это плохо, и вы будете абсолютно правы, но, понимаете, я лично не готов до сих пор на них к примеру. Выступает депутат от Казахстана, Михаил Лович, фамилия, если зарядите, посмотрите, ой, огонь, женщина на трибуне. И вот, говорит, платят материнские. Дети рождаются не от материнского дохода, а от любви. Что сделали? Она выступает. Я, говорит, тогда держу депутату, взяла там тасс или что сказала, вы награбили много, кладите сюда деньги. И они, говорит, наклали, мы там в детский сад пошли, холодильник накупили. Она как огонь. Пошла, меня задерживают в Москве. А почему? Да какая моя физиономия, посмотрите. Кто вы такая? У меня, говорит, билет выпал. Он смотрит, что компартия, а разве она есть? Я говорю, есть. Родина-то моя, я пришла, приехала никуда-то. Я тут родилась, но она из Казахстана. А он, милиционер меня, где мои дети будут учиться? Дядки даете? Да, даем, потому что не принимают без дядки никуда. А депутаты там все эти сидят перед нею. Это женщина, Михаил Лович, что это, выступать. Бог дает таких людей, которые маленько тревожат. Вас как звать? Мне Александр. Александр. Да благословит вас Господь. Если вопросов нет, заходите. Да, всего равно. Сохраните себя от лишнего компьютерных игр. Я просто как брату вам говорю. Я все-таки вам скажу. Не надо думать, что конвертные игры будут плохо. Они просто позволяют примерить на себя те же самые книжных героев. Ты можешь стать тем угодно. От эльфа, какого-нибудь там супергероем, спецназовцем. Это просто позволяет себя примерить эту роль прям получше. Прям на себя. Александр. Показывают. Ребятишки сядут перед компьютером. И дальше показывают. Чеченские. Они на палках бьются. Он один чеченец десятерих переколотит. Их учит. А этот сидит там, глаза пялит. Он вышел во двор, ничего не может делать. И как выступает один предприниматель в Америке, говорит. Моя дочь сидит перед экраном. За это время не научилась ни на конец скакать. Ни книги не прочитала. Погасло и серое пятно. Это истинно так. Не знаю. Просто нельзя давательно не сформировавшемуся человеку садиться за кондитерные игры. Это я точно знаю. Это я знаю. Да зачем им они нужны? Эти игры. Это когда жизнь такая интересная. Сколько надо научиться? Вот скажите. Вот я вам скажу. Я вас прерву. Можно ли в реальной жизни творить ту же самую магию? Швыряться огнем. Лечить людей. Поделить дракона. Бросить вызов самому дьяволу. Он ни к чему не пригоден. Вот допустим спортсмен. Высокие такие у него показатели. Приехал к нам в Потеряевку деревню. Может ли этот спортсмен бросаться камнями здоровянными, сонными горами? Ну этого нет, это фантазия. Они называют фантазию. Фантазия вложенная, созданная, воссозданная с помощью мощностей компьютера. Ну компьютер. Человеку голову отрезали. Я говорю, где? Баратову отрезали. А я видел профессора Доуля, голова там у Беляева. Да это фантазия. Нет, голова прям разговаривала. Он дураком делается совершенно. Надо работать. Пускай выучит китайский язык. Я не отрицаю, что надо работать. Но не надо исключительно. Надо найти золотую середину. Нету середины. Ад. У Бога есть свет и тьма. Серенькой мглы нет. У Бога, говорит, я предложил тебе смерть и жизнь. Благословение и проклятие. Зачем вам умирать? Изберите жизнь. Человек курит. Курит. Курит, курит. Он и бросил. Я, говорит, 10 раз бросал, 10 раз подбирал. Алкоголик, наркоман. Нет вчера, что он только сегодняшний. Игра такая. Она хуже наркотиков. Повторяю я вам. А вы сейчас именно про ангелов, которые пошли ни к сатане, ни к Богу? Ну, ни к сатане, ни к Богу, кочерга, говорит, не свечка Богу-то. А тут прямо кочерга сатане. Эти дети, они ничего не могут делать. Они не понимают даже. Я учу правила на лодке, он не может. Он привык сидеть. Я на коня сажу, он на коне не может ехать. Играем в городки. Я придумываю, у меня разные игры интересные. Он ни к чему не пригоден, с ним никто не хочет играть. 45 лет. Я понимаю, откуда вы берете всех этих детей? Откуда? Все мои друзья, с которыми я когда-либо виделся, с которыми я когда-либо играл. Все они нормальные, полноценные люди. Откуда вы их взяли? А вы все меряете. Вы сами играете, вы меряете по себе. У меня дети откуда? Я сам играю. Я сам играю. У меня дети откуда? Дети откуда? Я могу. Я на лодке плаваю. Я езжу на рыбалку. Я скачу на коне. Я скакал. Я реально умею скакать на коне. Вы говорите, откуда дети у нас? Я скажу. Со всего Союза. Из Канады семья приезжала не один год. И ребенок, который играл, он точно такой же, как наши. Делается такой вот уволень. Давай его снова учить там. Он этот парнишка, которому в лоб попало. Он звонит. Баба. Я научился первое есть. Он даже первое не знал, какие дядь. У меня не слов. Знаете, это... Для меня это все звучит, как небылицы. Ну-ну-ну-ну-ну. Я 45 лет начальник детского лагеря. Передо мной тысячи детей. У меня опыт такой, которого трудно найти. 45 лет больше. Я прекрасно понимаю. Но для меня человек, который видит целое поколение перед собой, который растет на этом, который... Который на себе все это испытывает. Так, скажите, пожалуйста. Я ни разу не видел, чтобы в подобных случаях... Скажите. Ну, не видели, ладно. Вы думаете, по телефону говорить много вредно или нет? Сейчас вы мне расскажете о вреде ко-телефона? Я не просто так. По две минуты и не больше десяти раз за сутки. Рак мозга. И, говорит, окончательное решение будет принято через три поколения. Врачи говорят сейчас о том, как зависят от игр. Специальные врачи, которые лечат от этого. Я знаю это не просто так, а у меня дети передо мной идут отовсюду. У меня опыт огромнейший. Услышали обо мне, и прилетела директор Кэстенского института из Лондона. Ей дали сопровождающего Сантаткина. И она прилетела в Барнаул, а потом к нам туда на навозную кучу. Откуда у вас это? Я говорю, вот это я взял из Новой Зеландии. Вот это из Японии. То есть, вот это скаутские лагеря. То есть, самое лучшее во всем мире я выбрал к себе в лагерь. Такого воспитания нигде нету. Нигде. Почему же? Они стандартные, шаблонные. Я никому не подчиняюсь. Сам хозяин. Поэтому, когда в Америке я побыл... Хорошо. Можете подробнее описать мне на тот случай, тому парню, которому он залетел в лоб? Да. Ну вот, я обещаю. Когда он приехал в лагерь, я говорю, как звать? Руслан. Я крещён. И меня Андрей звать. Ну, а как тебя звать? Ну, зовите меня. Он не знает, что сказать уже. Я сразу гляжу. Он... Ну, это бывает. Теперь. Пошли на огород тяпать. Тяпать. Обыкновенно трава вырывать. Я подхожу к нему. Он подряд лук вырывает и морковку. Ну, это же морковка. Я показал. Он не может отличить морковку от травы. Наши дети, которые не играют, всё делают. Почему? Мы сами себя кормим. Мне государство ни рубля не дало. У нас должна быть зелень на столе. Дальше. Пошли купаться. Он на берегу стоит. Раздевайся. А зачем? Ну, все купаются дети. А я не буду. Как не будешь? Обязан. Тёплая погода. Давай. Ну, и кое-как ребятишки его там то... Вышел, одевайся. Стоит. Он совершенно отрешённый от жизни. Он ничего не знает. Я посылаю за хлебом. Хлеб пекут в деревне, а мы его в лагерь... Нам никто не... У нас там тестомес есть. Я выступал среди разных заводов. И там мне кто-то тестомес, кто что-то дал. То есть протянутый рукой. И он и здесь не может. Неси хлеб. Он его раз на пол. Попил, допустим, в воду. Борщок стоит, черпает кружкой. Или так. И он рядом тарелка, в которую поставить кружку. А он её ставит на пол земляной. Она вся грязная. У нас всё-таки кружка лезет в ведро. Он совершенно умалишённый. Я вот тогда над ним ставлю кого-то старшего. Никуда не шагу никуда. За руку води его. Ну, что они доказывают-то? Я спрашиваю о игры. Он всё про игры знает. Он отрешённый от жизни. Выпройти его невозможно. А что будет делать? Не знаю. У меня... Александр, дорогой мой. У меня не просто так. Я не теоретик. У меня нет никакого гуманитарного образования. Я практик конкретно. И вот ребёнок я стараюсь что-то сделать. Вот это представили ребёнка. Знаете, наша девочка. У неё почки больные. Я больных не принимаю. Лагерь трудовой. Ну, принял. У неё шестеро ребятишек теперь. Я её сразу, девочку, отделяю. Утром рано. Мы встаём в пять утра. Такого лагеря вы не найдёте. В пять утра подъём. Дальше. Гимнастика. Молимся. Работаем. Восемь завтрак. Я девочку сразу отделил. На кухню. У нас заготовлен берёзовый сок. Я разогреваю сок. Специально куплен на пасеке мёд. Полную ложку мёду. Давай, голубушка. И она уже через полторы недели с ребятишками футбол гоняет и играет. Она о почках забыла. А я не врач. А как вы узнали так? Я много читаю. Я испытываю на опыте. Как бы дети ко мне приезжали, что 18 лет приезжала мать, и теперь с ребятишками приезжает. А лагерь могут дети, бабки вместе. Нация, любая вера. А уезжают все православные. Никого не заставляем. Это приезжают профессоры психологии, живут. И потом пишут. Главная движущая сила лагеря, тире, с большой буквы, любовь. А у меня физическое наказание есть. Любовь. Какая? Ребёнок изматерил девочке, которая на 4 года моложе. Ему 12 лет, а ей 8. И ударил. Я что должен делать? У нас колокола висит. Ударили, весь лагерь собрался. Выйди. Было это? Было. Я его сразу завожу. Рву крапиву. Заходи туда. Зашли. Ты зачем её ударил? Мне родители отдали, спросят. Я же не могу около тебя стоять. Зачем ты ударил? Она сказала. Давай, вот крапиву положил. Губами проводи. Никак. Плащет. Выходи. Я тебя наказать не буду. Я вышел, а лагерь стоит весь. В это время все должны молиться стоять. Вот этот Саша, он боится. Смотри, а крапива жгучая такая. Это не двудомная. А теперь смотрите. Я беру эту крапиву в рот и начинаю рвать. У меня вот такие волдыри на губах. Я её все хохочу. Я не боюсь. Пошли. Понятно? Я должен ему показать. А теперь наказание тебе дальше. Теперь без этой девочки никуда. Ты играешь с ней вместе и заступаешься за неё. Ты пройдёт ещё лет пять, ты вокруг неё в юном будешь ходить. Посмотри, какая красавица растёт. И все дети уже заглядывают. Понимаете, это подход ко всему. Одна девочка наполовину глухонемая. Но она настолько грамотная написала. Баба, такая природа здесь чудесная. Не видала. Ой, а какой готовят. Да с шоколадом. А тут тётя Наташа готовит. Как она нас любит. Такого превосходного человека я не видела. А письма должны пройти перед иллюстрацией через меня. Я не могу выпускать. Проверка. И когда каждую пятницу костёр, огромная яма, а там ярусами сидят все, то понимаешь, как там всё играет на инструментах. Больше ста человек было. Я говорю, теперь читаем письма. Ну, одна пишет. Солнце хорошее, еда хорошее, лагерь хороший, а это у ней эпитет на эпитет. Как я прочитал, ребята все заглядываются, кто у нас такой. Вот догадайтесь, кто у нас. И никто не знает. Она голову опустила. Я тогда говорю. Вот это Нина как раз. А у ней ослабленный слух. Да как они вокруг неё сразу? А как вы узнали, что надо? Я не знаю. Во-первых, я внутренне молюсь. Во-вторых, самое лучшее из мировой практики взял. А в-третьих, любовь к детям. Вот легли, ни одного шёпота не было, чтобы проверяющие ходят, слышат. Дети засмеялись. Вы знали, что будет? Открыли. Все должны быть выходить. Или виновные один. А что они делают? Захохотали там. Не положено. Почему? Правила английских общежитий. Два раза нарушившую тишину лишаются общежития. Они с ней... Сколько? Восемь человек. Все выходите. Одевайтесь хорошо. Комаров много. Я им палочки в руки. Они это, с палочки, друг друга не видят. Они охраняют лагерь. Разбили на них два часа стоять, а под полчаса. Прошло пять минут. Утихло. Я машу пальцами. Выходите сюда за лагерь. Они вышли. Так, пошли по полю. Теперь я иду, рассказываю о созвездиях, о звездах, какой пруд, что кричит совенок, как колышется пшеница. Я знаю, завтра они все это расскажут детям. Так они готовы умышленно нарушить порядок, чтобы ночью такая экскурсия была. Я, когда в Америке был в этих лагерях, посмотрел, как они там, эти, руководствуют. Я говорю, я даже в лагерь, в территорию лагеря не запустил бы. И когда Роспотребнадзор начал нынче нас душить, два года назад, мы провели тренировки. Я ребенка ни одного в руки не отдам властям. И когда ночью приехала полиция, дети уже знали. И бегут они в поле, а там звезды сверкают. Боевик настоящий. А теперь обошли вокруг, я их по деревне рассадил. Почему? В самом озере погибло там девять ребятишек. Путин дал указание проверить все лагеря. Ну и они начали крошить. Есть области, где все закрыли. Штраф полтора миллиона. Я им не дал. А дежурство полиция вела круглосуточно. Меняли только свое. И, наконец, они еще ничего не знают, что дальше делается. Дальше будет суд. Им ни копейки не дадут. Судью Бог повернул в нашу сторону. Это все в нашем интернете есть. Понимаете, это настолько интересно. Мы показали пример, как надо любить детей. А мы разыграли так. Если вы скажете, что Роспотребнадзор, лагерь Игнатия Лапкина. И там будет. Вот стоят мужчины, как будто они Роспотребнадзор пришли. Так, а кто у вас старший? А я говорю, лагерь весь бежит. Остается один, который не разговаривает, только молится. А вон стоит, который молчит. Они с ним. А он молчит. Так что вы, глухонемые. А дальше показывают, как приехала полиция, полковники там, подполковник. И дежурному говорят, нам нужен Игнатий Тихонович. Он не разговаривает. Что, глухонемой, скорую помощь вызвать. И дальше они идут, все, фотографируют. А больше никого нет. Дети уже распределены. Я им в руки ни одного не отдал. А в других лагерях, в горячий этот, ну, от жары нагретый автобус посадили. Целый день ни пить, ни есть не давали. У меня к пальцам ни один полицейский не прикоснулся к ребенку. Они стали, краевая прокуратура, подговаривать родителей, узнавать, чьи дети. Чтобы подали на меня. Ни одна не пошла. Ни один человек не пошел. Как я благодарен Богу. Но на следующий день я сказал, лагерь ликвидируется. Я, начальник, я, говорит, породил, я тебя убью, как Тарас Бульба. Все. Лагерь переходит в иной формат. Мы покупаем несколько домов. Приезжают с родителями. Даю каждому домик. И они живут. Полиция, туда уже нет таких норм. Понимаете, нужно быстро реагировать. А они, когда подали в суд, закрытие лагеря. Да лагеря уже полмесяца нету. Как нету? Но мы издали, сразу собрали деревенскую общину. Сказал, я так-то, так-то, все постройки отдаю в деревню и отхожу в сторону. И все это в интернете стоит. Притом не мы. Прилетели ТВ-24 из Москвы. И все смотрели, все записывали. Почему? Потому что на первом месте движущая сила, любовь, вера в Бога. Мы дорогой идем, дети. Мы все гвоздики. На дороге камушки, стеколки поднимем. Почему? Дети. Тот, кто едет на машине, он это не видит. И так дальше мы идем и закапываем где-то под деревом. Мы хозяева здесь. Я их учил, вот прошел в лесу, сорвал листики. Теперь я их бросаю, листики определить по листику, что за дерево, куда оно годно, где растет. Дети все должны знать. И я начальник, где сквала, где 45 лет, Александр. И ни рубля, ни я, ни обслуга не получаем. Волонтеры. Мы можем показать православную веру другую. Когда у нас ни одной машины нет, ничего нет. У нас есть любовь. К Богу и к людям. Хорошо. Это я прекрасно понимаю. Но у меня другой вопрос. Зачем так много молиться Богу? Зачем что? Так много молиться Богу. Молиться Богу много? Да. Ну, если сказать много, как много. Там утром встали, утренние молитвы. У нас комаров много. А там старая деревня, когда была, там башня была водонапорная. Мы там все загородили. И утром туда идем, а там ветер дует. Крапиву выхасили, и комаров нету. Мы помолились. У нас недолго молитвы. Нет. А потом поучения. Считаем Евангелие. С расстановкой. С толком, как Грибоедов говорил. И дети это знают. У нас висит везде. Кто премьер-министр, кто президент, кто телефон изобрел, кто губернатор, кто интернет. Ладно, хорошо. Дети все это знают наизусть. Не отходите от моего вопроса. Зачем много молиться? Потому что написано, непрестанно молитесь. Посмотрите на меня. Вот. Это сотка называется. Сто поклонов. Псалом 118, 164 стих. Давид говорит, 3000 лет назад, 7 кратно в день прославляю тебя за суды правды твоей, за Майдан, за революцию, за смерть, за все прославляю. Потому что мы не знаем, чем кончится. А что, три святоя и сто поклонов, это один. И вот в день, вот, мусульмане говорят, у нас намаз пять раз. Я говорю, у нас семь, не считай утренне-вещерне, это девять. А они до того удивляются. Хорошо. Просто не примите меня за дурака, но я думаю, лишний раз его беспокоить, в конце концов, у него могут быть свои дела. Бог говорит, не пристанно молитесь. Я даже иду где-то, я мысленно молюсь. Вот я стою на допросе. Нигде-то. Меня арестовали по самостою МГБ, Московской КГБ. Но, это, конечно, уже из клещей не выпустят. Но, когда привезли меня в Жанатас, в тюрьму, на следующий день я вижу там гражданский человек такой солидный. А бригадир подошел и говорит, вы знаете кто это? Я говорю, нет, это из Жамбула прилетал, специально, говорит, из КГБ, и сказал, вот этого человека пальцем, чтобы не задевали. То есть, они мне охрану поставили. А там убивали буквально заключенных. Вот у лопаты, черенки, черенками ходят надсмотрщики. Я был, как называю, в лагере смерти. Жанатас. А меня Господь защищал, защищал через КГБ. И у меня сохранились прекрасные отношения с ними. Следователь уверовал. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Сколько преступников пришло, покаялись, настоящая жизнь началась у них. Это Бог делает. Это не мое, Александр. Это нельзя сделать. Я не говорю, что это ваше. Я, в конце концов, говорил. Я верю в Бога. Я верю, но я не хочу лишний раз его беспокоить. Не надо, не надо. Есть те, кому нужно больше его внимания. Бог не спит. Не надо. Это отговорки все. Непрестанно молитесь. Я иду и молюсь. Вот дома я становлюсь всем раз на молитву. Вы можете с уверенностью сказать, что Бог всемогущ, что Бог следит за всеми, за каждым нашим шагом? Ну да, что не сделает такой камень, который не сдвинет. Говорят, Бог всемогущий может сделать такой камень, чтобы сам не мог сдвинуть. Но я знаю эту дурь. А, я не знаю. Ну ладно. Бог всемогущий, всесильный, единый во святой Троице. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Но с ней трясут едино, тайно недостижимый человеческим разумом. А, хорошо. Я сегодня много чего интересного узнал. Больше у меня пока что к вам вопросов нет. Все они, которые были, у меня вылетели с головой. Все, главное ушло. Так, не забудьте. Так, не забудь.